Слава нашему Господу! Он воистину свят! Мы не наговорались сегодня говорить на такую тему, как уже было сегодня напомнено, что мы должны Богославить, должны Его заповеди хранить. И я тоже хочу прочитать в 18-м салме, в начале моей проповеди, как важно хранить Божьи заповеди, как важно поступать, то, что Он нам говорит и делать. И тема моей проповеди сегодня, это как бы, я все думал, как бы ее назвать, как хранить веру. Вера – это сила, вера – это то, что нам надо. И я хочу именно сегодня, думаю, это очень насущно, как ее не потерять, как для того, чтобы она умножалась, нужно что-то делать. И ученики Христа, они спрашивали у Христа, умножь в нас веру. Это очень важно, они считали, что им не хватало веры. И вы знаете, сам Христос сказал, приду на землю, найду ли веру на земле. И я вот думаю, что нам сегодня очень важно поговорить именно на тему веры, потому что это то, о чем говорилось в Писании, что Бог может прийти и веру не увидеть. Это то, на что дьявол охотится, чтобы забрать у нас, чтобы мы были лишены этой силы. Написано, будет иметь ведь благочестие, но от силы суть отрекшейся. Я думаю, что нам нужно обратить очень большое внимание, как то, чтобы наша сила возрастала. Не просто быть святыми, не просто быть избранными Богом, но быть сильными и уметь побеждать. Я думаю, это очень важно. И вот в 118-м салме просто Давид еще пишет, просто хочу наполнить эти слова, что очень важно. Он написал, блаженны непорочные пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны хранящие откровения его всем сердцем, ищущие его. Они не делают беззаконие, ходят путями его. Ты заповедал повеления твои хранить твердо. О, если бы направлялись в пути мои в соблюдение уставов твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди твои. Я славил бы тебя в правоте сердца, научаясь судам правды твоей. Буду хранить уставы твои, не оставляя меня совсем. Как юноша содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему. Всех сердцем моим ищу тебя. Не дай мне уклониться от заповедей твоих. Всем сердца своем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою. Благословен ты, Господи, научи меня уставам твоим. Уставами твоими возвещал я все суды уст твоих. На пути откровений твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. О заповедях твоих размышляю и взираю на пути твои. Уставами твоими утешаюсь, не забываю слова твоего. И так далее. Тут очень много говорится о том, об уставах Божьих, как они приносят пользу, какая сила в них. И вот сегодня я хотел бы, знаете, как бы подумать, какие уставы у нас сегодня. Мы избранный народ Божий, мы дети Божьи, особенно молодежь. Я хотел бы, чтобы вы как-то внимательно сегодня слушали это слово. Потому что это очень важно. Я так считаю, что я отметил шесть важных пунктов, которые нужны для того, чтобы вера была, чтобы она росла, чтобы была в человека сила. Первый пункт – это слово Божье. Это нужно, как уже было напомнено, читать слово Божье. Как та женщина сказала, что это книга, которую всегда можно читать. Я считаю, всем людям говорю, что это книга, в которой есть зеркало. Ты, когда смотришь в эту книгу, ты сможешь увидеть свои недостатки. Когда ты смотришь в зеркало, ты должен увидеть, что с твоим лицом не так. Ты можешь это поправить. Но если ты не смотришь в зеркало, как знаешь, как ты выглядишь? Если кто-то не читает слово Божье, он не знает, как он написано «вникай в себя» и в слово Божье. Занимайся с ним постоянно. Это как зеркало. Если человек на него не смотрит, просто читаемое слово, просто он ходит в церковь, слушает проповедь, этого недостаточно. Нужно каждый день смотреть в зеркало. В основном все из нас смотрят в зеркало много раз в день и поправляют свои волосы, поправляют еще какие-то вещи. То слово Божье – это так же само. Нужно обязательно всматриваться в него. Оно обязательно укажет о наших недостатках. Обязательно Бог направит наши глаза, наши мысли на те вещи, что нам нужно изменить. И если человек ходит и не смотрит в это зеркало, то он просто неправильно живет. Ничего он не будет достигать в жизни. Он может быть спасенный человек. Он может ходить в собрания. Но если он не считает слово Божье, он не знает, как он выглядит. Он не может понять, что с ним не так. Он не может понять, почему в нем нет силы. И знаете, слово Божье – это номер один. Нужно в нем упражняться день и ночь, написано. Написано, что это в Старом Завете, что нужно в слово Божье постоянно всматриваться. И я считаю, что слово Божье – это номер один, что каждому человеку нужно каждый день читать слово Божье. Я знаю людей, которые по два часа читают слово Божье каждый день. И это мужи веры. Они оттуда черпают большую силу. Они оттуда учат других людей. На них Бог, сила на них. Вы знаете, это очень важно. И потом, в середине моей проповеди, я хочу просто привести пример того человека, который, имея помазание Божье, утратил всю свою силу. И я потом буду о нем говорить. Второе – это молитва. Молитва – это общение с Богом. Это нужно общаться с нашим Господом. Нужно слушать Его. Нужно слышать Его голос. Нужно обязательно молиться. И мы знаем, что, допустим, Даниил, да, написано, он молился четыре раза в день, открывал все, что он был молодец, он правильно все делал. И на нем была сила. У него было очень много в жизни трудностей. Ему царь спрашивал откровения. У него была такая должность, что он был второй после царя. По-моему, четыре царя меняли друг друга и всегда брали его главным. И когда он находился на этой должности, ему нужно было бодрствовать. Ему нужно всегда быть в силе. Потому что очень много разных было нужд. У него можно много разных было, как бы сказать, проблем. И Бог давал ему всегда победу. Бог давал ему всегда силу. Из-за того, что он молился, из-за того, что он читал Слово. Он пребывал в этом. И он достигал этого. И он был в силе. Опять же, тот же самый Даниил, он делал третью вещь. Это пост. Вы знаете, я сам помню, когда уверовал, я сразу понял, что нужен пост хотя бы раз в неделю. И я помню, когда я занимался этим, что раз в неделю постился, я честно говорю, что на мне была сила. Я чувствовал силу помазания. Я молился, постился. Я только покаялся. Мне было это все интересно узнать, как это все работает. И я вот эти все принципы, которые я сегодня говорю, я их твердо исполнял. Я ходил в церкви, получал Божие откровения. Сила была на мне. Я не понимал, почему на мне сила на других нет. Теперь я понимаю, что я исполнял, не зная даже этого, я исполнял то, что Бог хочет. И я всегда постился, каждую неделю, раз в день, раз в неделю я брал пост. Вы знаете, в первой, посмотрим первым апостолам, они очень так же само делали. Когда им было даже, пришли какие-то другие обязанности, они сказали, мы не оставим Слово Божие, молитву и пост. Они не оставили это. Они знали, что это было очень важно. И написано, что первая церковь, она молилась и постилась. И тогда пришло откровение, Дух Святой начал говорить. Сказал, отделите мне Савла и Варнаву для того, чего я их призвал. И написано, церковь опять взяла пост. В то время люди понимали, что пост это очень важно. Сегодня очень многие из нас забыли, что это важно. Считаем, что вот можно просто так жить. Можно так просто ходить в собрания. Можно так просто веровать в Иисуса Христа. Все будет с нами нормально. Мы смотрим друг на друга, что мало кто постится. И мы оправдываем друг друга, себя оправдываем. И находимся просто без силы. Просто лишенные всякой силы Божьей. Не происходит чудес, не происходит знамений, не происходит никакой сверхъестественной жизни вокруг нас. Мы простые люди. Просто без силы ходим. Называя себя христианами, отвергли. Это вещь, пост, это очень важно. Потому что, вы знаете, я смотрю, Даниил, он мог бы не поститься. Он бы мог, это не так важно. Зачем он брал 21 день поста? Чтобы зачем? Чтобы Бог к нему обратил внимание. Чтобы Бог пришел к нему. И он, Даниил, я смотрю, он жил при царях. В то время цари, они очень вкусно кушали. Была всякая разная еда. Он бы мог это все питаться нормально. Написано, он отверг эту вкусную пищу. В седрах, в местах Евдинага отвергли царскую пищу. Они стали кушать овощи, фрукты. Зачем? Чтобы Бог был с ними. И написано, они лучше всех выглядели. И они были мудрее всех. И я верю, что сегодня христианину необходим пост. Мы должны быть умнее всех. Мы должны выглядеть лучше других. Это все для нас, дорогие друзья. Вот эти ответы, вот эти старозаветные, как бы сказать, истории. Они подходят сегодня же так же к нам. Они так же сегодня к нам, как и в те времена. Если мы будем исполнять то, что эти люди исполняли. Неважно старый, новый завет. Все равно он будет действовать в нас. И четвертое, я на такое, знаете, отметил. Очень важное. Четвертое тоже это церковь. Нужно ходить в церковь. Нужно ходить в церковь. Я, может быть, каю, что я не всегда бываю в церкви. По воскресеньям стараюсь всегда. Но церковь – это очень важно. И как бы человек не веровал, какой бы он праведник большой не был, если он не ходит в церковь, у него нет силы. У него не будет силы противостоять день злой. У него не будет силы помочь другим людям. Он просто будет сам по себе. Я верю, что Бог поставил церковь. Это сила. Это мы, когда вместе, это есть сила. Мы молимся вместе. Мы вместе что-то делаем. Мы друг от друга печемся. Мы друг от друга молимся. У нас есть нужды. И я вот как сегодня хочу просто попросить вас, дорогие друзья. Я в среду уезжаю в Мексику. Это как бы такая поездка нужная очень. И молитесь за меня. Я знаю, что я просто человек. Я просто ничего не значу. Но если церковь будет молиться, если вы, дорогие братья и сестры, будете поститься, молиться за меня, я знаю, Бог будет со мной. Потому что церковь – это сила. Бог дал церкви власть. Бог дал церкви силу. И если мы вместе будем молиться, вместе будем противостоять этим врагам. Недавно вот мы разговаривали, такое общение было. Зачем ехать в другие страны? Зачем Богу нужно посылать меня в Мексику? Я хочу сегодня, так я подумал, говорю, Господь, как ответить этим людям? Вы знаете, очень просто. Зачем нас Бог в Америку переселил? Давайте посмотрим на нашу жизнь. Мы могли бы быть на Украине. Мы могли бы быть там, где мы жили. Но Богу было угодно нас переселить. Зачем? Он хочет, чтобы мы трудились здесь, в Америке. Он хочет, чтобы мы здесь воевали. Чтобы здесь отвоевывали этих людей, которые гибнут. Бог дал нам миссию. Миссию послал в Америку. И пускай кто-то не заблуждается в своих глазах. У Бога был план, чтобы нас послать в другую страну. Говорить на других языках. Зачем? Чтобы мы тут приносили плод. Чтобы мы тут воевали. У Бога есть план такой. И если Бог посылает меня в Мексику, мне, конечно, не хочется. У меня есть жена, у меня есть дети. У меня сейчас очень много работы, много проблем. Но я спросил у Бога, Господь, посмотри, сколько у меня проблем. Я не могу. У меня обстоятельства не подходят. Но Бог сказал, мне не волнует твои обстоятельства. Мне не волнует твоя работа. Ты будешь делать то, что я сказал. И я еду, дорогие друзья, помолитесь, молитесь за меня. Потому что я просто человек. Но я знаю, что если мы будем молиться, поддерживать друг друга в молитве, сила будет являться. Слава Богу. Это четвертое. Это Церковь Божия. Вы знаете, теперь я хочу предложить такой пример со Старого Завета. Почему один человек, будучи помазанным Божиим, будучи избранным Богом, потерял свою силу. Потерял всю ту власть, которую Бог ему дал. Мы знаем это в книге Судей, написанной о Самсоне. Я просто хочу предложить такой пример. Я не вижу, чтобы он был в Слове Божьем. Я не вижу, чтобы он там молился. По-моему, несколько раз он молился Богу в последний момент. И Бог пришел к нему. Не написано, чтобы он когда-либо постился. Не написано. Потом он не ходил в Дом Божий никогда. Вот в истории там много глав о нем пишется. Я внимательно просмотрел. Я не видел, чтобы он Дом Божий. Как, допустим, Давид. Он говорит, возрадовался я, когда мне сказали, что я пойду в Дом Божий. Этот человек знал, что такое Дом Божий. И ходил туда. И он там черпал свою силу. И теперь смотрим на него. Пятое, что он не делал. Я так всем говорю, особенно молодым. Избирайте себе правильных друзей. Этот человек не думал избирать себе правильных друзей. Я так смотрю на его жизнь. Когда у него была свадьба. Знаете, когда вот у нас свадьба. Я всегда на своей свадьбе своих друзей избрал. Там шесть или семь у меня было дружков. Это были мои друзья. И мы, когда делаем свадьбу, мы берем самых лучших своих дружков, друзей. И мы ставим их друзьями своими. Этот человек избрал 30 дружков. И он брал и филистимлен. Брал совсем с другого народа. Это значит, что он не уникал Слово Божие. Там написано было в том законе, чтобы мы, они не общались с филистимленами. Это были их ненавраги. Чтобы они не женились на филистимлянках. Но он все это принял брех. И ему было не важно, какие у него друзья. Смотрите, что с ним случилось. Эти же друзья его провели. Они же его подвели. И его же самую жену забрали. Вот такие друзья. Он не считал, не смотрел. На этим важно. И сегодня я говорю каждому из вас, молодые люди, если у вас есть неверующие друзья, если есть грешники, они обязательно ведут вас в грех. Они обязательно пачкают вас. Они попросят вам что-то сделать. Они попросят вам куда-то прийти. И вы будете сами того не зная. Вы согрешите. Вы упадете. Это ловушка сатаны. Поэтому мы должны избирать правильных друзей. Написано худые сообщества, что развращают добрые нравы. Сегодня некоторые из нас думают, особенно там в Калифорнии, Вашингтоне, Орегоне. Я смотрел очень много молодежи, которые не считало важным избирать себе правильных друзей. Что с ними стало? Их уже нет в церкви. Они уже давно отошли от Господа. Они потеряли всю силу. Враг их обокрал. И они думают, что они кому-то помогут. Им никто не помог. Они уже нет в церкви. Они потерялись. Они ушли в грех. Почему? Потому что дьявол имел над ними власть. Дьявол имел над ними силу. За счет этих друзей. За тех неправильных отношений, которые они имели. Поэтому очень важно такая есть пословица «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Это очень правильно. Вы знаете, мы сегодня не считаем, что очень важно избирать себе правильных друзей. Мы себе рассуждаем, вот этот умный, вот этот почетный, вот этот с деньгами, и мы называем его своим другом. Но я вам скажу, будьте очень осторожны. Люди, которые избирали неправильных друзей, они остались без силы. Они потом в конце жизни потеряли все. И я бы не хотел, чтобы кто-то из нас потерял все. Мне хочется, чтобы мы побеждали, чтобы мы противостояли, и мы были сильны. Очень правильно, правильных друзей. Это номер пять. Шестое, очень важное, при тем, как была вера, вы знаете, вот эти все ступени, о которых я говорю, это к тому, чтобы росла вера. Ученики спросили Христа, умножь нас в веру. И я вот смотрите, как бы хочу сегодня, это ответ, это как бы прямой ответ, как умножить нашу веру. Если мы ходим в Слове Божьем, если мы пребываем в молитве, мы постимся, мы ходим в церковь, мы убираем правильных друзей, нужно шестая вещь, это страх Господень. Нужен прийти страх Божий. От этих всех вещей придет такой результат, как страх Господень. Мы будем бояться Бога. Написано, начало мудрости и страх Божий. Что такое страх Божий? Страх Божий – это ты, когда делаешь то, что угодно Богу, и ненавидишь то, что ненавидит Бог. Еще раз, страх Господень – это то, что любишь то, что любит Бог, и ненавидишь то, что ненавидит Бог. То есть ты будешь ненавидеть грех, ты будешь ненавидеть грешные дела, ты будешь ненавидеть все, что Бог ненавидит. Это страх Господень. Он, когда на тебя найдет, ты будешь святой и непорочный, ты будешь хранить себя от греха, Тебя грех не будет привлекать, ты будешь силен противостоять всякому греху. Почему? Потому что тебе будет противно делать грех, потому что ты будешь на стороне Бога, на тебе будет страх Господень. У этого человека, у него не было страха Божьего, и он думал, что он может без него прожить. Он себе избирал неправильных друзей, он делал то, что ему нравится. Понравилась какая-то девушка, он ходил к ней просто без страха Божьего, его не интересовало, что Богу угодно, что Богу не угодно. Он думал, что то помазание, которое на нем, оно сильно сохранит его. Да, он был сильный, да, он был избранный Божий. Но вы знаете, я так смотрю на его жизнь, я не вижу, не думаю, что Бог бы хотел, чтобы он прожил такую короткую жизнь. Ему было лет 40, когда он закончил свою жизнь. Это был конец его жизни. Я думаю, что Бог бы, если бы он ходил правильно пред Богом, у него жизнь бы намного продлилась. И он бы еще больше-больше этих филистимленов уничтожал, больше-больше побеждал, если бы он исполнял то, что Бог ему хотел, чтобы он хранил себя. Он был избранный Божий. Написано, что он был, не должен был стричь волос. Он был, как-то написано, что он Назарей был Божий. То есть он должен был некоторые вещи придерживаться, не пить вина, не стричь волосы, многие-многие вещи делал. Но этого он не исполнял. И вы знаете, это, у него не было страха Божьего, что он оказался без силы. И седьмое, это вера. Вера, она придет, когда мы будем это все исполнять. Она обязательно будет расти. Вера от слышания. Вера от того, что когда мы общаемся с нашим Богом в молитве, мы чувствуем силу на нас. У нас правильные друзья. У нас есть хорошая любимая церковь. У нас есть страх Господень. Обязательно будет расти вера. Обязательно она будет нас поднимать. Обязательно на нас будет сила, если мы будем это исполнять. Смотрите, на этом человеке, я хочу это прочитать, у него веры не стало. Он остался без веры. Он стал верить в себя. Смотрите, что у него произошло. Я хотел бы книга Судей, 16 глава, прочитать такие слова. В 20 стишке она сказала, «Филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и сказал, «Пойду, как и прежде, освобожусь». А не знал, что Господь отступил от него». Смотрите, вот этот человек, Самсон, он привык, что Бог ступался за него. Он привык, что Бог давал ему победу. Он привык, что Бог тут рядом. И он эту силу себе подумал, что с ним Бог всегда. И он уже как бы Бога не ставил никуда. Он с Богом мало общения имел. Он просто ходил и думал, что что-то особенное в нем, что все хорошо будет. Он уже больше верил в себя. И когда он остался без волос, когда она остригла ему волосы, у него не было веры в Бога. Его была вера в себя. Он видел, что у него нет волос. Я думаю, почувствовал, там было 7 кос. Как раз 7 кос – это 7 вещей, которые я говорю. Я считаю, что в Слове Божьем каждая цифра, она очень важна. И вот 7 вещей я сегодня сказал. Это Слово Божие, молитва, пост, церковь, страх Господень, правильные друзья и вера. Это 7 вещей, это его 7 кос. Он лишился всех их. Это не сразу случилось. Это не сразу произошло. Но от его беспечной жизни, от его неправильных поступков, он остался без силы. Он остался полностью без помазания. Сегодня также многие христиане от того, что не ведут правильный образ жизни, считают, что вот я спасен, вот я уже, как сказать, на небе запечатлен, теперь могу жить, как хочу, делать, как хочу. Но это не так. Мы должны это все исполнять. И тогда на нас будет сила. И я уверен, что любой из нас, кто начнет это исполнять с завтрашнего дня, на нем будет сила. И Бог обязательно исполнит его жизни и наполнит его верой. Я уверен, что результат будет стопроцентный. Потому что это говорит Писание. Это говорит истина. Это его законы для нашей жизни, дорогие друзья. Давайте сейчас встанем, помолимся и прославим нашего Бога. Аминь.